Друзья, сегодня я расскажу о тех монетах, которые потенциально могут удвоить, утроить и кратно повысить бюджет вашего портфеля. Поэтому обязательно смотрите видео до конца, разберем каждую монету, каждый токен по порядку. Сразу на экране вы видите именно те монеты, которые я покупал в свой портфель, потому что есть еще экспериментальные. Это с момента, когда я говорил покупать, но еще сам не приобретал. Видим, что вырос на 56. Но опять же будем отталкиваться от того портфеля, который я сейчас имею. Приобрел она немного, всего полторы тысячи, потому что это всего часть, думаю, приобрету по тем ценовым категориям, которые я сегодня расскажу. Определенные монеты, которые упадут чуть ниже. И соответственно будем вот таким способом добирать. Сейчас у меня Blur, Optimism, Autos, Maverick, Protocol, Arbitrum и ToneCoin. Что мы еще приобретем, либо по каким категориям эти же токены, давайте рассмотрим. Конечно же я хочу начать с капитализации, с общей капитализации рыночной, которая достигала в 3 триллиона долларов. Сейчас мы торгуемся на отметке 1,3-1,4, то есть доходили до 1,4. Сразу хочу сказать, что некоторые эксперты говорят, что вырастет примерно до 10 триллионов, кто-то говорит до 25. Давайте мы все-таки посмотрим, вернемся к истории, к истокам, как у нас росла капитализация и на сколько процентов. Если мы берем булран, например, 2018 года, пик, давайте возьмем линеечку. Ну и примерно вот отсюда начинался уже понемногу рост. И давайте посмотрим, сколько в пике было. Это 3,5 тысячи процентов, это 35 иксов выросла капитализация. И у нас предыдущий булран, который закончился в 21 году в ноябре и начал на снижение идти в медвежий рынок. Давайте посмотрим, ну примерно вот отсюда он начал расти. Опять же, если мы берем от уровня какое-то сопротивление на 690 процентов. Что мы можем из этого вынести? О том, что каждый следующий булран, скорее всего, будет меньше процентов давать. То есть, если первый давал огромный процентаж, там в десятке здесь 690, то в принципе мы можем здесь смотреть, если здесь 690, давайте возьмем 300-400 процентов. Это очень-очень грубо. Опять же, берем вот с этой позиции 1,2 триллиона, если мы рассматриваем то, что сейчас уже понемногу начинается булран. Если мы берем 300-400 процентов, ну вот мы с вами видим, что 400 процентов этой капитализации вырастет в 2 раза все. Но мне кажется, что все-таки она будет больше. Если вернемся к аналитикам, увидим, что Джейми Кудс капитализация крипторинга достигнет 8 триллионов в текущем бычьем цикле. В принципе, это адекватная оценка капитализации. Я с ним в каких-то моментах согласен, что до 8 она может вылезти. Опять же, Кэти Вуд уже к 30-му году говорит, что вырастет до 25 триллионов, хотя к 30-му это тоже возможно. В зависимости от новостного фона, от того, насколько масса допшин действительно проникнет в общее население. И давайте перейдем к биткоину, посмотрим, какие ценовые категории он может достичь именно в нашем 23-м году. Соответственно, мы не берем 24-й. Еще раз повторюсь, мое мнение по ценовым категориям биткоина, это не выше 41-42 тысяч долларов. И, соответственно, будет все-таки снижение. Мое предположение, что до 31 500 долларов вполне можем прийти. У нас есть определенная наклонная, можно сказать, линия поддержки. И мы от нее хорошенько двигаемся. Особенно, если мы посмотрим 4-часовой таймфрейм. Это прекрасно видно. Опять же, мое предположение, оно может отличаться от вашего, что мы будем двигаться вот в таком диапазоне. Где-то вот здесь вот мы застрянем. Возможно, будет небольшая проторговка и уйдем до 30. То есть, еще будет высадка конкретная, если вообще не до 25. То есть, все возможно, что мы можем упасть еще и на 25 тысяч. И первый актив, о котором я хотел бы поговорить, это оптимизм. Это отец L2 сетей, на мой взгляд. Который очень хорошо покажет себя на нашем бычьем рынке следующем. Что мы с вами видим? Мы торгуемся на отметке 1,7 доллара. И у нас есть хороший уровень сопротивления, можно сказать, локальный. Мы до него коснулись уже несколько раз. Это была и поддержка, и, соответственно, уровень сопротивления. То есть, здесь касались, здесь, здесь касались, здесь. И вот пятый раз мы вот здесь вот коснулись. И все-таки хороших объемов не было на пробои и закрепления. Поэтому мы пошли вниз. Куда мы можем прийти и куда бы я хотел, чтобы пришел данный токен? Это отметка 1,45, 1,5 примерно, чтобы докупиться здесь. Либо очень хорошо было бы докупиться на отметке 1 доллар 10 центов. 1 доллар 20 центов. Это прям идеально. То есть, я прикупил примерно на 20-25% от общего моего портфеля, который у меня имеется. И вот эти категории, это очень хорошая цена для покупки, на мой взгляд. То есть, вплоть до 1 доллара. Если вкратце посмотрим на фандрайзинг. Собрали 178 миллионов долларов, 178,5. И давайте перейдем, соответственно, к токеномике. Мы видим, что есть Сюгар, Хадис, то есть, инвесторы, ранние инвесторы, 17,5. И в мае у них начался разлог. Давайте посмотрим, как повела себя цена. Вот здесь начался разлог. Видно, что немного палили. Не знаю, именно фанды это сделали или нет. Но, собственно, цена держится. Мы не берем в расчет Ситраунд, который собрал 3,5 миллиона. Там анлок был 100%. Мы именно возьмем фандрайзинг фандов Тир-1 и всех остальных, чтобы посчитать, по каким ценам, скорее всего, они будут разгружаться. Потому что они еще не продавали, скорее всего, свой токен, а накапливали. У нас есть 178,5 миллионов долларов. И мы должны эту цифру поделить, соответственно, на процентаж. Которые имеют инвесторы. Это, если мы посмотрим сюда, 17%. Если мы зайдем на крипторанг, именно здесь я все анализирую. Нажмем кнопку вестинг. Мы с вами видим, сколько токенов у них в общем имеется. Это 730 миллионов. Ну, будем немножко округлять. Разделить на 730 миллионов. Так, это получается 73,730 миллионов. Увидим, что средняя цена, грубая средняя цена, это 24 цента. Это 24 цента по входу фандов. Сейчас цена у нас 1,7. Соответственно, они имеют примерно 6 иксов неразлоченных. Я не думаю, что для такого проекта Тир-1 фанды зашли, чтобы зафиксировать 6 иксов. Именно поэтому цена, мне кажется, даст очень хорошо какие-то ценовые категории, где я буду фиксировать. Пока не могу сказать. Это все будет зависеть от бычки, как цена себя покажет. Но отметка в 3,2 вполне вероятна, что часть уже можно зафиксировать и неплохо уже заработать на 3 иксах. И, кстати, смотрите, что я сейчас заметил. Здесь интересная фигура. Это голова и плечи перевернутые, которые сигнализируют, как по техническому анализу, что будет хороший рост. Но, опять же, нам нужно пробить 1,9, вот этот хороший уровень сопротивления, чтобы пойти дальше. Один из главных конкурентов, можно сказать, оптимизма, это сеть Arbitrum. Это два решения, которые, в принципе, на неплохих объемах, если вот здесь посмотрим, пробили. Также уровень сопротивления, который лично для меня это 1-1,1 доллар. И пытаются здесь закрепиться, но, опять же, мы сейчас, если увидите, его пробили и все-таки пойдем вниз. Что для меня и важно сейчас, чтобы я снова докупился. Потому что я закупался лесенкой, непонятно, куда цена пойдет, возможно, еще ниже. Чтобы прикупить больше токенов и хорошо усреднить свою позицию. Если цена дойдет до отметки 90 центов, здесь я буду прикупать. Скорее всего, будет лимитка стоять. А все токены я приобретаю на бирже BinkX. Друзья, вот уже больше полугода я являюсь афилиатом биржи BinkX. Могу с уверенностью сказать, что она хорошо себя зарекомендовала в СНГ-регионе. Если вы хотите массу преимуществ биржи, заниженные комиссии, ненадобности прохождения QIC и так далее, обязательно регистрируйтесь по ссылке. Также, если вы являетесь торгующим трейдером, либо автором каналов, напишите мне в ЛС, там будут отдельные условия. И также большую часть, если цена дойдет до 75 центов, здесь я прикуплю прям хорошую часть на долгосрочный, точнее среднесрочный актив, это 1,5-2 года. Как видите, каких-то определенных целей у меня здесь нету. Но опять же, если данный актив даст 10-15 иксов на буране, скорее всего, это будет, то уже можно от 7-8 иксов хорошенько фиксировать. В зависимости от того, когда вы приобрели токен. По 70 центов, либо по 1,5 доллара. Следующий актив Аптос, и именно от таких фундаменталов я ожидаю 5-10 иксов, где уже можно начать понемногу фиксироваться. Вообще, самая лучшая стратегия, это всегда на буране вытащить тело, которое вы занесли именно в определенный актив, а дальше уже фиксироваться частями. Это самое, можно сказать, must have. Поэтому вот здесь касались, здесь касались и здесь коснулись. В принципе, серьезных объемов не было, чтобы пробить. Сейчас опускаемся. Это отметка 8 долларов. Это локальный уровень сопротивления лично для меня, после которого мы спокойно, наверное, дошли до десятки. К тому же глобальный уровень, который, если мы пробьем, хорошо пойдем. Опять же, дойдем ли мы до отметки 5 долларов, это очень-очень сомневаюсь. Хотя, с учетом того, если биток будет хорошо ронять, возможно, альта сюда дойдет. А может быть еще ниже, до 3 долларов. Это будет идеальный вариант докупать этот актив. Кстати, как раз-таки 12 ноября у инвесторов начались разлоки и видим небольшой пролив. Я очень сомневаюсь, что это они продают на таких ценовых категориях, потому что мы сейчас посчитаем, по каким именно ценам они покупали токен. Но, соответственно, видим сопротивление и очень жду, что цена хорошо прольется, чтобы докупить. На минуточку Аптос собрал 350 миллионов долларов, что очень-очень много. Но даже если мы попытаемся посчитать какую-то определенную цену, по которой мы зашли, мы с вами видим, что есть стратегические раунды, где не написано, сколько занесли. Но, опять же, занесли ли вообще, либо бинансу предоставили токен для маркетинговой части, чтобы они конкретно пиарили Аптос. Но даже если мы грубо посчитаем, у нас 350 миллионов инвестиций, 350 миллионов делим на количество процентов 13,5, а это 135 миллионов токенов у инвесторов. Давайте поделим и посмотрим, примерно по какой цене они могли зайти. И получили 2 доллара 60 центов. Сейчас мы с вами видим, что торгуется 7 долларов, то есть они сделали всего 3 икса. Это не тот процент прибыли, на которых фонды, особенно такие, будут фиксироваться. Они минимум будут искать 10 иксов и дальше делать фикс. Но, опять же, мы с вами посмотрим, докупать обязательно будем. Я здесь выделил, если посмотрим на дневной график, примерные ценовые категории, после которых можно было бы, как бы я делал, где бы я фиксировался. То есть, если мы дойдем до отметки 20 долларов, здесь можно зафиксировать 30%, еще 30%, 20%, 20%. То есть, грубо говоря, какой-то маленький процентаж, это просто очень-очень грубо я сказал, какой-то маленький процентаж оставить на 50 долларов и выше. То есть, здесь вы сами видите, сколько иксов. Это вообще на хорошем бычьем рынке, это просто минимум, на котором нужно фиксироваться. Дальше уже смотрите сами. Следующая монета, о которой я хотел поговорить, но долго на ней заострять внимание не буду, это Тонкоин, это старая гвардия, которая делает невероятный маркетинг на 800 миллионов человек. в Телеграме. И этот маркетинг абсолютно бесплатен, потому что основатель Павел Дуров, и он понемногу начинает в масс-адопшен внедрять блокчейн, чтобы простые пользователи веб-2, которые не подозревают, как работает такая система веб-3, начинали понемногу внедрять, изучать. И он это делает достаточно неплохо, понемногу, простым способом, чтобы человек уже интегрированным, например, кошельком в Телеграме пользовался и так далее. Кстати, ребят, рекомендую подписаться на наш Телеграм, абсолютно ламповый Телеграм, где мы здесь обсуждаем о книгах, о инвестициях, какие-то интересные обзоры делаем, поэтому welcome в Телеграм, пишите комментарии, давайте общаться, знакомиться и создавать крутой комьюнити. Следующий токен NFT маркетплейса, который называется Blur, на него были очень большие надежды в плане Иксов у меня, объясню почему. Я давал прогноз на покупку в ценовой категории в 17 центов, даже чуть ниже один из подписчиков писал, и мы с вами видим, сколько локально вы могли зафиксировать, то есть кто-то спекулятивно фиксирует, я так не делаю, это почти 200%, 185, но опять же, где я лично бы понемножку разгружался, и где добирал, я сейчас расскажу. Мы видим, что сейчас цена хорошенько корректируется, и меня это, если честно, радует, потому что можно докупить определенную монету, и мы с вами видим, что первый уровень, который я вижу, это отметка 30 центов, 29-30 центов, вот как раз таки вот здесь, и можно докупаться, потому что цена пойдет вверх, по коридору, как я это вижу. Хороший уровень у нас есть, на уровень сопротивления, на отметке 43-44 цента, мы несколько раз уже касались, когда-то эта поддержка была, и в принципе объемы неплохие, чтобы его пробить, но не хватило сил. Также надеюсь, что мы вернемся, при хорошем сливе биткоина, и за ним всех альткоинов, в отметку 15 центов, 16, где и покупали, в принципе, первоначальную позицию, это было бы идеально, чтобы еще раз докупить, потому что есть некие триггеры, говорящие о том, что понемногу начинается буро, но, опять же, высаживать будут, высаживать будут жестко, я так предполагаю, чтобы очень много людей вышли, а потом действительно пошел рост. Первая оценка, на котором бы я фиксировался, это было бы 400%, 4x это 83 цента, также очень хороший уровень 1.4, и дальше, в принципе, по технике мы с вами ничего не увидим, можно по ситуации разгружаться. Опять же, если мы посмотрим, сколько собрали блюр, относительно мало, 11 миллионов всего, и если мы эту цену разделим на фанрайзинг, точнее на вестинг, у инвесторов у нас имеется 18%, уже 2 разлочено, мы делим на 564 миллиона, 11 миллионов на 564, получаем примерную цену в 2 цента, то есть фанды примерно закупались в 2 цента, это очень грубо, если я что-то считаю неправильно, обязательно меня поправьте, и посмотрим на график, сейчас мы видим 30 центов, что в принципе говорит о том, что они сделали уже 12, а то и больше 14 иксов, но если мы посмотрим на инвестор, они совсем недавно начали разлачиваться, и будут разлачиваться до 27 года, поэтому цену еще по-любому хорошенько пампанут, и крайний токен, который я держу, это Maverick протокол, очень хорошо с ним взаимодействует, когда крутят layer zero, zikisync точнее, ошибся, извиняюсь, вот, очень хорошие объемы через него проходят, и совсем недавно я нарисовал такой, локальный сопротивление, который в принципе мы коснулись, здесь был ложный пробой, а те объемы в принципе показывали, и мы сейчас опять корректируемся до отметки 20 центов, где было бы прекрасно его добрать, если берем Maverick протокол, мы увидим с вами, что собрали 17 миллионов долларов, также среди них есть Binance Labs, Pantera Capital, Coinbase Ventures, давайте опять же посчитаем, по какой цене могли зайти фанды, потому что на любом фандрайзинге, крипто ранге или где-то, цены мы с вами не видим, но мы с вами примерно можем посмотреть, как это все происходило, инвесторы занимают 360 миллионов токенов, а именно 18% разлоки начнутся только через 253 дня, и мы с вами можем увидеть, что примерно они закупались по 5 центов, опять же цена сейчас 27 центов, можете посмотреть, что примерно 6 иксов они сделали, и это очень мало, именно с учетом того, что фанды любят разгружаться от 10 иксов и выше, капитализация проекта совсем маленькая, 70 миллионов, потенциал огромный, поэтому минимум как 1 доллар я бы не разгружался, а там дальше лесенка, как уже и показывал, вплоть до 2 бакса, и выше это будет перехай, по которому в принципе проект листился. Друзья, вот такое вот у меня видение картины рынка, если у вас оно отличается, либо вы хотите рассмотреть какую-то крипту, обязательно пишите в комментариях, какую рассмотреть, и также буду рад за ваши лайки. Всем пока!